привет всем доброе утро на этом последнее видео тема заканчивается с инспектором для дома стоит ли нанимать инспектора дома в сша мой ответ нет нет если вы умеете пользоваться глазами если вы умеете пользоваться интернетом и если у вас хоть немножко работают работают мозги работает мозг то однозначно нет ну или если просто вы ленивые и вы в себя не верите думаете что все вокруг лучше знают свою работу чем вы то нанимаете короче история такая что я не взяла первого попавшего инспектора я гуглила я такой человек я всегда гуглю я звоню узнаю цены сравниваю все дела после того как я сравнила ценный что у всех одно и то же стоит 400 долларов для нашего размера дома для нашего района для нашей эскорда области это нормальная цена и все инспекторы предлагают как бы одну и ту же услугу был один инспектор который хотел 600 долларов но он использовал infrared камеру это конечно очень круто но я не была готова давать 600 долларов поэтому я решила радость всем по обзорам по отзывам у всех достаточно хорошие отзывы все берут одно и то же все предлагают одно и тоже спрошу я у моего диск какого он может мне посоветоваться. Посоветовал он мне чувака, я позвонила, узнала, что цена тоже сама, подумала, ну, риелтор говно не посоветует, и взял этого чувака. Начнем с того, что с самого начала у меня было... Я очень, я думала, стоит, не стоит, стоит, не стоит, стоит, не стоит, да? Везде в интернете, мой риелтор, все остальные люди, все во форумах в интернете, везде, везде пишутся, стоит брать инспектора, он найдет то, что вы не можете найти, стоит брать, да, надо брать, все вам это долбят, что надо, 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 стой, да, да, да. Я обычно это не веду, я обычно, знаете, как бы сама делаю свой ресерч, и сама как бы думаю, могу ли я это сама делать, сколько денег на это уйдет, если я сама делаю, какая это работа, как долго она будет длить, а насколько она будет легкой для меня делать, и насколько риск, шанс меньше, чтобы я что-то напортачила, да, я такой человек, но, видимо, так как это наш первый дом, я в этом новичок, я как-то вот попала вот в это влияние, что все это в интернете пишут, что да, наверное, надо, да, хотя где-то глубоко внутри я понимала, что я думаю, не надо, но раз все пишут, наверное, надо, вот у меня это было глубоко в моем сердце, все-таки я его наняла, угадайте что, 3,5 часа 400 долларов, что этот инспектор делает, грубо вам расскажу, что он делает, он вокруг дома ходит, он проверяет фундамент на все различные трещины, опять же, это можно погуглить, какие трещины, нормальные фундаменты, какие ненормальные, как должен фундамент выглядеть, как он не должен выглядеть, в каких местах могут быть трещины, где они не должны быть, это все в интернете есть, с фотографиями, все дела, то есть он вокруг дома прошел фундамент, он посмотрел на стенки, он посмотрел на окна, он посмотрел, открываются ли двери нормально, если они нормально ровные, он проверил гараж, фундамент, стенку гаража, то есть он все снаружи посмотрел, потом он зашел домой, что он дома сделал, Он дома посмотрел, если микровольновка работает, я это сама могу делать, окей, если духовка нормально работает, как должна работать, и если посудомощная машина работает, он в каждую, почти, не в каждую, в почти каждую резетку засунул устройство, которое меряет электричество в резетке. Он включил отопление на самый максимум, и потом специальной штучкой, таким лейзером, он вот в эту вентиляцию, откуда этот теплый воздух идет, направлял и смотрел, какая температура. Он проверил, если вода из краника, из этих труб нормально выходит, он посмотрел под раковины каждый, если там все нормально сделано, такие вот вещи он посмотрел, понимаете? Конечно, крышу он посмотрел, как там крыша выглядит, он был в нашем чердаке, у нас их два, он там тоже проверил, как там все должно быть, и за это все я заплатила 400 долларов. Начнем с того, что он нашел некоторых вещей, которых я не нашла и не нашла бы, окей, это, наверное, 3, 4 вещи, 4 вещи, типа, что вот эта дверь кривая, она немножко у нее кривая, потом снаружи окна, у них где окно и где, начинайте, кирпич, там есть пространство, оно должно быть закрыто, оно у нас открыто, на крыше некоторые штучки, как они называются, тигельштайны, эти на крыше вот эти штучки, которые вот эту крышу делают, некоторые из них должны быть более снизу, они чуть-чуть споднялись, да, он нашел одну трещину, в стенки снаружи, все. Начнем с того, что он ни одно окно не открыл и не посмотрел, как это открыть окно, работает ли мое окно, потому что если он открывал бы окна, он нашел бы, что на втором этаже, на одном из окон, на рамке полосмассовой трещина, чего он не нашел. Он заходил на чердак, который над гаражом, и когда ты поднимаешь ступеньки, ты сразу направляешься на вот этот угол лицом, и там кусок висит, то есть там кусок стенки отошел, и он висит, его надо заделать, он это не увидел, хотя он поднимался на этот чердак, ты поднимаешься ступенькой, и ты прям лицом, прям ты видишь эту хрень, которая торчит, как нельзя увидеть, он это не увидел. Он не нашел, что у меня в некоторых окон не хватает дура сила, это знаете, как бы у нас двойные окна, и между этим двум стеклам, стеклам, так говорят, между этими двумя окнами в серединке есть как будто что-то силиконистое зелено, вот, внутри, между двух окон. У некоторых там два окна, или там, да, два, кажется, там недостаточно, там не хватает, там забыли. Я не знаю, как это надо чинить, я не знаю, это надо разбирать окно, и потом стекла вытаскивать, я не знаю, как это работает, но это вещь, которую, наверное, я не смогла бы делать, которая была бы достаточно трудной. Он это не нашел. Вот так вот человек смотрел на окна, что он даже вот это не увидел. Я из тех людей, что я не люблю так, знаете, тыкать. А вот ты это видел? Посмотри, ты вот это не увидел. Потому что человек нормальный, да, он свою работу делает, может быть, он думает, что он свою работу хорошо делает, что его работа стоит 400 долларов, как бы нормальный, вежливый человек, поэтому я не могу быть заговнистой, и мне неприятно человеку, который я считаю, что вроде ты профессионал, ты называешь себя профессионал, это твоя работа, это работа, ты зарабатываешь свои деньги, мне неприятно ему тыкать и показываться на его ошибки. Я вот этого не люблю, потому что для меня как бы, ну ты же профессионал. Я там два раза, короче, я ему... Или один раз? Я ему просто на окно намекнула, сказала, я обычно включаю дурочку, я делаю так. А, я вспомнил, посмотрите, посмотрите на это окно, там вроде что-то не хватает, так же не должно быть, да? Я ему показала, он такой, о, да, еще где-то есть, покажи, да, я быстро сфотку, пока я не забыл. Человеку не стремно, не стыдно, ничего, по крайней мере, по лицу я не видела, что я это нашла, а он это не нашел. А, и потом, начать чердака над гаражом, я ему тоже сказала, а, я еще вспомнила, посмотрите, вы это тоже не заметили, да? Что там, короче, торчит кусок вот этой стенки. И он залез, посмотрел, он такой, о, да, о, он еще посутил, что, так ты же сама можешь стать инспектор. Я такая реально задумывалась? Да, я, наверное, должна какие-то курсы сдать, получу какую-то лицензию, я реально, я буду лучше инспектором, чем ты. Так вот, что я вам хочу сказать. Если вы хотите взять инспекцию на дом, в интернете есть, если вы задаете в Google Home Inspection Checklist, выходят готовые PDF-файлы, анкет, которые используют многие из этих инспекторов. Это анкета, там несколько листов, которые состоят из разных параграфов, из разных частей. Например, одна часть крыша, потом фундамент, потом окна, потом двери или потом кухня. И вот в каждой вот из этого параграфа есть такие вот вопросы. Так, например, на кухне работают ли все вот эти устройства на кухне, работают ли резетки или там на крыше, есть ли вот это на крыше, на крыше вот это в порядке, вот фундамент, есть ли трещины фундаменты, где они, какого размера они, да, и потом ты, короче, по этому чек-листу идешь, просто смотришь, ага, есть, окей, галочка, все хорошо, нету крестик. И ты сам можешь эту инспекцию дома сделать с тем, что ты просто по этому чек-листу ходишь и смотришь. Если ты что-то не знаешь, ты можешь погуглить. И вам будет ответ, как должна выглядеть крыша, как должен выглядеть фундамент. Там даже есть, если вы посмотрите, на что обращать внимание, когда делаешь инспекцию сам, там, опять же, есть тысячу разных форумов, где люди вам пишут или просто статьи, где пишут, а на что вам обращать внимание, если вы сами делаете инспекцию, все дела. И вы эту инспекцию можете делать сами. И она будет не стоить 400 долларов. Вот, такие вот дела. Нет, не стоит, это просто обдираловка, и уже прошло 3 или сколько там, 4 дня, а я до сих пор еще злюсь, у меня каждый день болит голова, потому что просто я себя реально чувствую, как будто меня лоханули. И я не понимаю, как американцы могут это советовать, неужели американцы такие тупы, что они просто сами не понимают, что они это сами могут делать. Я просто вот этого не понимаю. Они реально такие тупы, почему это везде советуется. Это работа, которую ты можешь делать сам. Честно. Честно. И потом, как назло, короче, вчера приходит мне письмо в почтовом ящике, реклама инспектора. Видимо, некоторые инспекторы компании, они, видимо, как-то получают доступ к вашим данным, и они могут смотреть, кто когда купил дом, и у кого когда год гарантии истекает, да. Почему этот человек мне раньше не отправил письмо? Во-первых, я когда гуглила в интернете, я эту компанию не видела. Но если ты задаешь их веб-сайт, они выходят. Или если ты задаешь их имя компании, они выходят. Но если ты задаешь Home Inspections Near Me или Home Inspections Dallas-Fort Worth Area, они не выходят. Я не могу искать компанию, да, о которой существование я не знаю. И поэтому я эту компанию не видела. Я зашла на этот веб-сайт, я чуть с ума не сошла. Во-первых, они пишут цены. Ни один из инспекторов не пишет цены на их веб-сайте. Смысл иметь веб-сайт, платить за веб-сайт, если самую главную информацию ты не пишешь. Цену. Человек, когда заходит на твой веб-сайт, он хочет увидеть услуги. Окей. Ну сколько стоят твои услуги? Он тоже, наверное, хочет знать, да? Нет, ты должен звонить. Это, наверное, один из единственных веб-сайтов, которые написали цену. 399 долларов стоит инспекция. Подождите. Они мне прислали скидку на 50 долларов. И они еще с инфра-ред устройством проверяют каждую стенку, каждое окно, чтобы смотреть, чтобы там не задержалась влага. И чтобы у меня была достаточно нормально, хорошая изоляция. Я этому заплатила 400 долларов. У него даже не было инфра-ред штучки, чтобы смотреть. Что мне еще больше просто понравилось, когда я прочитала, когда на их веб-сайте они пишут, в чем отличается инспекция дома нового, только что купленного дома или спустя год гарантии. Они написали дословно инспекция одна и то же. Кроме что инспекция для дома, где гарантия уже истекает на год, вы в этом доме уже жили, вы, наверное, уже заметили, если не работает микроволновка, если не работает розетка. Поэтому инспекцию на дом, где гарантия на год заканчивается, мы смотрим именно на то, что вы не можете сами проверить, что вы можете не видеть. Для этого инфра-ред камера, к примеру, да, потому что я не могу залезть в стенку, я не могу залезть за окно. Но угадайте что, самая дешевая камера инфра-ред на Амазоне 183 баксов. По идее, я могу заказать эту камеру за 183 баксов, так как у нас сейчас мало денег, потому что мы много потратили. Я могу заказать на Амазоне, я могу ей попользоваться, могу проверить мое окно, которое протекает, и могу эту камеру обратно отправить. Да. Даже если купить вот эти устройства, самому купить инфра-ред камеру, окей, самая дешевая 183 долларов. Потом взять штучку, чтобы измерять резетки, потом купить штучку, чтобы измерять воздух, который идет из отопления. Но это не обязательно, потому что отопление работает, как бы я чувствую, теплый воздух дует, нагревается, все хорошо, да, холодный воздух дует, прохладно, все хорошо. Зачем мне это проверять, я не знаю, тем более, что у нас гарантия на вот этот AC-юнит 2 года. И это не видит 400 долларов. Понимаете? Это этого не стоит. Лучше сэкономите деньги и сами делайте инспекцию, потому что это ваш дом, это ваше сокровище, и вы точно будете находить каждую мелочевку, которую другой человек, даже если вы ему заплатите, он не найдет. Потому что ему у нас сразу просто хочет деньги, он хочет быстро сделать свою работу, все, все. А ваш дом, это ваш дом, и вы ваш дом любите, дорожите, и вы найдете каждую мимишную трещину, вы найдете каждое малюсенькое пятно на стенке, вы все найдете, потому что это ваш дом. По крайней мере, я такой человек, так что это было все. На этом тема закрывается. Не стоит брать инспекцию дома в США, потому что просто это тупо трата денег. Все.